Всем огромный привет из Прованса! Вы на канале Жизнь и Беречки во Франции. И начинаем новый блог в семье Дюмон. Мы отправились сегодня посмотреть новый магазин. У нас открыли новый магазин фруктов и овощей. И мы хотели сравнить с Александром цены. Потому что мы обычно ездим в Грам-Фре. Покупаем в Грам-Фре. Бонжур, месье. Бонжур. Нам свекровь сказала, что есть магазин рядом с нами. Мы его видели, но никогда туда не заезжали. Поэтому я сейчас съезжу, посмотрю. И если будет что-то интересное, то вам обязательно сделаю обзорчик. Обзор будет или на этом канале, или на втором моем канале. А в Провансе сегодня тепло. Но так как вчера был Мистраль, утром еще прохладно. Хотя на градуснике 15 градусов. А когда выходишь на улицу, то не чувствуете 15 градусов. Но везде цветет миндаль. И дороги. Мне кто-то сказал, что у вас тут вот такие дороги. Это специально. Сосопель додан? Додан. Додан. Такие специальные штучки на дорогах. Чтобы скорость сбрасывали. Мне многие говорят, Лена... Ну, то есть мнения... Даже не многие, а мнения разделились. Кто-то говорит, Лена, тебе хорошо с темным цветом волос? Это мой натуральный цвет. А кто-то говорит, что... Выгляжу я старше с темным цветом волос. Я знаете почему? Я сейчас решила какое-то время не использовать никакие краски для волос. Химические особенно. Хочу немного, чтобы волосы отдохнули в этот период. Зимний. А потом к лету я посмотрю, какие у нас тут поля. Если захочу, то куплю какую-нибудь красочку. Или сделаю мешки посветлее. Просто они у меня сейчас отдыхают. Как вот на катке иногда отдыхают от различных гель-лаков и всего. У меня волосы отдыхают. И про седину. У меня есть седина, конечно. Но ее не так заметно. Поэтому можно выдержать. Выдержать. А потом я посмотрю. Или сделаю чуть-чуть посветлее. Или сделаю мешки. А вы мне напишите в комментариях, чтобы вы мне посоветовали. Кому как нравится. Пишите свое мнение. Я посмотрю. Я люблю читать ваше мнение. Или мне лучше светлое. Потому что все-все меня видят в светлом тоне. Но это были видео 3 года тому назад. Или 2 года тому назад. Я всегда использовала самые светлые тона. Шери, скажи мне, я семью с швы как-то? Да, да. Натураль или пляж? Да, как-то так. Александру вот нравится мой настоящий цвет. Не знаю. Он любит, когда все натуральное. Вот он, новый магазин. Называется La Cabane Vert. Сейчас посмотрим цены. О, все яблоки по 90 центов. Апельсины по 90 центов. Киви 1 евро за 3. А да, цены неплохие. Сейчас что-нибудь выберем. 3 штуки киви 1 евро. Помплимус 1 евро 3 штуки. Груши евро 50. Яблоки 90. Класс. Все бьем, а? Спасибо. Мы будем покупать. Вернулись мы домой из нового овощного магазина. И сейчас я вам покажу, быстро расскажу цены. Покажу сразу ценник. Купили мы на 36 евро 56 сантимов. Я сразу скажу, что здесь только овощи и фрукты. Что мы еще купили? Мы купили курицу на гриле фермерскую за 8,50. Она была среднего размера. Также здесь нету сливочного масла деревенское, которое стоит очень дорого. 250 грамм мне обошлось 4,90. Но это масло, которое очень-очень редко найдешь. Но оно просто сногсшибательное. Поэтому я, когда его вижу, себе обязательно позволяю. И здесь нет 12 фермерских яиц. 6 яиц стоит евро 50. За 12 я заплатила 3 евро. Все остальное у меня сейчас на столе. И я буду вам называть цены. А вы скажете, как этот магазин? Нам показалось, что хорошие цены, почти на все фрукты и овощи очень хорошие цены. Есть несколько всего, может быть, цен, которые такие же, как в нашем деревенском магазине. Или чуть-чуть подешевле, подороже. Итак, картофель. Картофель французский. Был совершенно недорогой. За килограмм 90 сантимов центов. Я заплатила вот, сколько здесь, почти килограмм 300. Я заплатила евро 20. Затем капуста, про которую я вам рассказывала. Это плоская капуста. Сейчас, может, не видно, но если сравнить с другой капустой, она совершенно плоская. Называется атлас, девочки. Кто еще не покупал во Франции, попробуйте купить эту капусту. Она намного-намного вкуснее, чем простая у них. Капуста достаточно сухая. Это просто прелесть. Грибы. Грибы стоят дорого во Франции. 3,90 килограмм. У меня здесь вышло на 300 грамм евро 29. Морковь. Мне морковь нужно, чтобы снова квасить мою капусту. Я не покупаю много моркови, потому что мы ее так сильно не едим у нас. И поэтому морковь стоила 90 сантимов килограмм. У меня вышло всего на 23 сантима. Баклажаны. Баклажаны сейчас не сезон. И они стоят 2,50 килограмм. Это не очень дорого. Два вот таких больших баклажана. Евро 43. Я их запекаю на пару с чесноком. Помидоры. Во Франции есть помидоры, которые называются помидоры для фарширования. Они вот такие часто большие. И у них достаточно твердая кожица. Стоят они евро 90. Самые недорогие, это вот именно эти помидоры. Я и буду готовить на пару. Мне нравится. Четыре таких томата на 825 грамм. Мне обошлись в евро 57. Тыква. Мускатная тыква. Килограмм 445 грамм. Мне обошлось евро 30. Стоит килограмм 90 также сантимов. Это недорого. Что я еще не назвала, сейчас буду искать. Мандаринки. Мандаринки клемантинки. Стоит 250 килограмм. Здесь у меня 550 грамм, потому что у нас были еще дома. Евро 38. Яблоки. Смотрите, сколько яблок. Яблоки замечательные, французские. И стоят они у него всего 90 сантимов. И желтые, и красные. Я беру, так как у нас десерт вечером. Это печеные яблоки с корицей. Поэтому яблоки я здесь набрала, не знаю. Сейчас вам скажу, на сколько. Если найду на... А вот желтенькие евро 0,6. И красненькие на 2,27. И осталось мне вам найти киви. Три киви стоят 1 евро. Я, Владислав, взяла 6 на целую неделю. Он каждое утро съедает у меня 1 киви. И получилось у меня 2 евро. Вот это... Нет, еще забыла авокадо. Авокадо, 2 авокадо стоят 1,50 евро. Это недорого. Потому что во Франции одно авокадо сейчас стоит около 2 евро. Поэтому магазин очень выгодный. Сейчас поднесу. Находится он возле деревни Пелисан. Пелисан, кто живет. Фрилегюм. Ла кабан верт. Зеленая. Зеленый домик кабан. Это домик такой. В лесу, можно так сказать. Вот. И все. Мне это получилось на 36 евро 56 сантим. Плюс масло, плюс яйца, плюс курица. Но это же не все. Мы еще заехали в биомагазин. Сейчас вам покажу, что в биомагазине. В биомагазине я не покупала много. Потому что я вообще заехала за кокосовым маслом. Хотела вам и себе. Вообще себе. Ну и вам запишу рецепт на втором канале. Худеем по-французски. Селена. Франц. Крем. Я теперь крем стараюсь не покупать. Делаю из кокосового масла. Замечательный. Презамечательный крем. И также это и крем, и для снятия макияжа подходит. Поэтому. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Чего здесь у меня нет. Нет свежего молока. Потому что я его убрала в холодильник. Если нужно, покажу. Здесь я замочила уже курагу, чтобы печь свой пирог. Также вам скажу, сколько это стоит. И что еще нет у меня здесь. А, и йогурт. Йогурт натуральный. Убрала в холодильник. Ну, йогурт вы все видели. Поэтому сейчас перечислю. Да, капуста. Еще один вилок. Знаете почему? Потому что думаю, зачем я буду заморачиваться. Делать одну бауночку капусты. Нужно ведь сразу сделать. И увидела, что цена отличалась 20 сантимов. Органическая капуста. Правда, вилок чуть-чуть поменьше. Стоила столько же, сколько и в простом магазине. Поэтому я взяла. Так, йогурта здесь нету. Четыре штучки стоило евро семьдесят девять. Но йогурт хороший. Молоко стоило евро девяносто девять. Один литр. Тоже свежее молоко. Поэтому его здесь нет. Оливковое масло у меня закончилось. Вот такая бутылка. Стоит огромная просто. Ну, не огромная. Семьдесят семь. Почти литр семьдесят пять. Стоит она пять тридцать пять. Хорошая. Если это... А откуда оно у нас? Наверное, не из Прованса. Ну, да, конечно. Если это из Прованса, то будет стоить двадцать четыре евро. А если оно стоит шесть евро, значит, откуда-то... Да, Туниси. Но масло неплохое. Особенно для готовки. Масло стоило пять тридцать пять. Затем кофе. Мы покупаем в биомагазине. Потому что цена недорогая. Двести пятьдесят грамм. Арабика стопроцентная стоит два девяносто девять. Простой кофе, не биологическое, стоит столько же в магазине. А еще и дороже. Сидор. Я забыла вам показать. Но сейчас подойду к холодильнику и все покажу. Сидор стоит три девятнадцать. Потому что он нефильтрованный сидор. Очень вкусный, хороший. Капуста. Два девяносто девять. Один вилок. Масло, вы меня спрашивали, кокосовое. Стоит? Сейчас найду, чтобы не обмануть. Три шестьдесят пять. А сколько здесь? Важно же знать, сколько здесь. Девочки, не вижу. Сейчас, минуточку. Нашла, нашла. Двести миллилитров. Мне надолго хватит этого крема. Сделаю и обязательно вам запишу. Затем, после масла у нас что? Лантий. Александр попросил пятьсот грамм. Органически стоит два евро сорок. Я из него буду сделать свою любимую икру. Есть на канале. Также буду тушить лантий. Также сделаю супчик. То есть на несколько блюд, на три блюда мне здесь хватит. Томатная паста. У нас каждый день томатная паста идет. Или это томатное пюре. Пассата. То есть здесь одни помидоры. И стоит такая бутылка. Не вижу сколько. Евро пятьдесят пять. Шестьсот восемьдесят грамм. Галеты Александру Маису. Он обожает евро двадцать пять. Затем, это единственные консервы, которые я покупаю. Это иногда, когда нету времени, я вам уже рассказывала. Бобовые. Органически я их обязательно промываю. Стоит евро тридцать пять. Затем нету у меня времени совершенно приготовить тахини. Александр попросил. Очень он любит. Стоит три ноль девять. И пойдемте в холодильник покажу, что не показала. Сидор вот этот. Сидор брюд от Виклер. Девочки, кто живет во Франции, обязательно попробуйте. Очень хороший. Молоко тоже. Классное. Из Нормандии. Мы покупаем красное. Самое жирное, чтобы оно было не обезжирено. И вот я что забыла. Я обожаю стручковую фасоль вот с этими помидорками сухими. Это такая паста. Я ее уже много, много раз вам показывала. Из сухих помидор. Ну и яйца. Так что тридцать шесть евро. На все. Все я купила, что мне нужно было. Единственное, что из белков я купила одну курицу. И белки во Франции очень дорогие. Как и во всех странах, придется докупать белки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...